Другим темам. 20 мая этого года, рядом с созданием службы судебных приставов, в Махачкале был совершен террористический акт. В результате двойного взрыва пострадало более 40 человек. Четверо погибли. В числе раненых оказался и Вячеслав Куркин. Мужчина чудом остался жив. Сейчас ему необходима помощь. Вячеславу было сделано 9 операций, и это только начало. Его ожидает долгая реабилитация. Патимат Бурзиева продолжит тему. Он и сейчас, спустя 4 месяца, рассказывает о произошедшем теракте с большим трудом. Перед глазами только одна картина. Взорванный автомобиль, кровь, раненые и погибшие люди. В службу судебных приставов Вячеслав пришел за справкой для сына и неожиданно оказался в эпицентре двойного взрыва. Рядом люди орали. Всю дорогу покопал, скричал, помогите спасителям. В ответ тишина, конечно, была. Видел кучу раненых. Сзади лежал убитый милиционер. Телефон. Целью только одной сообщить, что у меня группа крови первая. Мою фамилию, мой возраст сообщить, потому что понимал, что сознание теряю. За мной была куча крови, нога была в стороне. А затем реанимация во второй городской больнице, где Вячеславу оказали первую помощь. Среди 40 раненых он был самым тяжелым. При первой возможности на самолете МЧС мужчину отправили в Москву. В течение 15 дней столичные врачи боролись за жизнь пострадавшего. Меня оперировали одновременно три бригады. Одна бригада сшивала нерв, другая бригада укорачивала ногу, третья бригада сшила просто руку. Удаляли, подготавливали. Всего перенесся 9 операций. Из них 5 ужасных больших под наркозом по 5,5-4,5 часа. Он считает себя патриотом своей страны и республики. Все трагические события касались его судьбы напрямую. В Чернобыле целый месяц грузил свинец в самолеты. До этого служил в Афганистане. Во время боевых действий был тяжело контужен. Для многих сейчас это уже устаревшее такое. Но я именно написал своей рукой заявление и ушел добровольцем воевать в Афганистан. И честно воевал. 20 месяцев воевал. 600 дней я провел в Афганистане. Для меня каждый день это. Все это время за Вячеславом ухаживали родные. Жене, известному в республике врачу-инфекционисту, пришлось оставить работу, а сыну учебу в МГУ. Два миллиона на сложнейшую операцию выделил фонд Дмитрия Медведева. Но мужчине предстоит еще несколько хирургических вмешательств. Какую сумму это выйдет, он боится даже себе представить. Маленькое внимание просто прошу к себе. Если есть возможность, индивидуальная, материальная помощь. Потому что оценивать надо по степени тяжести. То, что выделили денег, их хватает разве что на одну операцию. Проезд в Москву и проживание там в течение месяца во время операции. Этих 250 тысяч. Теперь в железе я буду находиться еще год. И это только при том стечении обстоятельств, что удачно будет срастать. На данный момент, то, что должны были снять в сентябре месяце вот это нижнее кольцо, сказали, что еще 4 месяца будет снять. Потому что срастается все не так, как хотелось. За 4 месяца борьбы за жизнь Вячеслав соприкоснулся с подлостью и благородством. Еще раз убедился в том, что в беде помогают не чиновники, а простые люди. Очень правдивую статью написал Амиясат Муслиман, за что ей, честное слово, благодарность от всех тех, кто меня знает и кто не знает. Я получаю звонки. Это человек, который вызывает самые-самые большие теплые чувства. Не знаю, кто еще на мне пытается сделать репортажи, пропиариться, сделать из реальной помощи, кто меня оказал. Это Деми Шифарсен в Москве и Махмудов Махмуд в Махачкале, которые действительно ко мне приходили, от меня не вышли. И мой телефон постоянно с ними на горячей линии. Огромное вам спасибо, ребята, что вы меня не бросили в беде. Этот взрыв как будто поделил его жизнь на две половины, до и после. Но Вячеслав пытается не отчаиваться. Он все-таки встанет на ноги, найдет работу и будет жить дальше. Ведь самое страшное, что с ним произошло, осталось позади. Патиман Бурзиева, Селим Таджибов, Мурат Касумов и Субгази Амаров. Время новостей.